20 января Вере Панченко исполнилось 6 лет. Две недели назад, а маленькая жительница Ульяновска узнала вся страна. Вместе с мамой, папой и братом она стала участницей передачи на первом канале «Лучше всех». Юна Эйнштейн на всю Россию продемонстрировала пять опытов. Сухой лед, мыльные пузыри, зубная паста для слона, искусственный снег и хрустальная роза. Последнюю она разбила голову ведущего программы Максима Галкина. Вера признается нашей съемочной группе, опыт с розой был самым сложным из всех. Там нужно было заморозить розу. Вот это очень сложно. Нужно опустить розу так, чтобы не опустить пальчик в жидкий азот. А что вы тогда будете делать? Я просто вообще ничего не знаю. Если отпустить и быстренько достать, но будет неприятно, ожога не будет. А вот если опустить и долго держать, будет уже термический ожог. Мы встретились с Верой в ее детском садике номер 186 «Волгарик». Именно здесь, на кружке по физике, у маленькой девочки и зародилась любовь к естественным наукам. Мой самый любимый опыт – зубная паста для слона. Потому что вырывается там, как извержение вулкана. Каждый день мы не только делаем опыты, мы там разговариваем о чем-то научном фильме, научно смотрим. Научные фильмы «Юная звездочка» смотрят и дома вместе с родителями и младшим братом Савелия. Мама читает Вере и тематические детские книги. После все с семьей, кроме самой младшей сестренки Веры, она сейчас еще совсем кроха, идут на кухню или в комнату проводить эксперименты. Малышка продемонстрировала химические опыты нашей съемочной группе. Но прежде надела новенькие халат и очки, которые ей подарили студии Первого канала. Первый химический элемент в опыте юного химика – перманганат калия или марганцовка. Должно получиться извержение вулкана. Берем баночку с карри-перманганатом. Ух ты! Вода изменила свой цвет! Дальше Вера лихо добавляет средства для мытья посуды, перемешивает ингредиенты. Последний штрих – и в колбе оказывается перекись водорода. Это настоящее извержение вулкана. Это разложение перекись водорода на вещества. Вера, как вчера, помнит день съемок на федеральном канале. Максим сначала золото в студию, медаль. Мне медаль там на подушечке вынесли. И вот потом мне его надели в рюкзак со сладостями подарили. И вот потом мне сердце плюшевое. Ребенок призналась – все сладости из рюкзака почти съедены. А вот первую свою в жизни медаль Вера спрятала в секретное логово. Так она называет место, где хранятся все ее награды и поделки. Кстати, медалью с надписью «Лучше всех» Вера хвастаться не любит. Потому что некоторым, кто со мной рядом, становится обидно. Вот как. А как? Почему им становится? Разве они за тебя не радуются? Ну, они за меня сначала радуются, но потом им становится обидно, потому что у меня есть медаль, а у них нет. Мама Веры добавляет – жизнь в их семье после передачи не изменилась. Они изначально не искали славы, не отправляли заявок. Предакторы передачи сами заинтересовались талантами девочки. Для родителей главное – развивать навыки ребенка. Мы ориентированы именно на поиск знаний, умений, навыков. То есть мы развиваем ребенка именно в этом направлении. А за узнаваемостью мы как бы не гонимся и просто работаем в нашем обычном направлении. Помимо химии и физики, Вера любит смотреть советские фильмы и петь. Но больше всего девочка обожает ходить в гости к родным и близким. Я люблю ходить к бабушкам и дедушкам. Это мои самые любимые и близкие друзья. Я люблю рисовать, делать поделки. А еще у Веры есть голубая мечта. Я хочу стать врачом. И забылисти баночку с волшебными таблетками, которые дают возможность людям выздоравливать. Почти все в ее семье – люди благородной профессии. В сентябре Вера пойдет в первый класс, но научную деятельность забрасывать не планирует. Вот уже полгода она вместе с бабушкой работает над проектом по изучению жизни под землей. Рината Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Уллправды ТВ.